Это программа День города. Здравствуйте в студии Дина Исляева. В начале главной темы выпуска. Каток в спальном районе. Из-за аварии в Дашково-Песочной дорога в некоторые дворы превратилась в колею. Улучшить экологию в городе в Рязани появится станция по приему жидких бытовых отходов. Помогает победить болезнь в онкологическом диспансере. Пациентов лечат на инновационном комплексе «Нутриклим». Бурые медведи, пеликаны, дикобразы. В Рязань приехал знаменитый цирк династии Филатовых. Трубу с холодной водой прорвало на улице Тимакова. Из-за этого дворы нескольких домов превратились в сплошную колею. Там в авариях пострадали как минимум семь автомобилей. На месте побывала Галина Кудряшова. Юлия Горохова, как обычно, завернула во двор к родителям. Увидеть огромные колеи она не ожидала. Автомобиль застрял уже в первой из них, сразу за поворотом. Девушке повезло. На помощь быстро пришли соседи. Вы сами видите, какая здесь прекрасная колея. И как я сюда завернула, может быть, хотя бы знак было бы прилично поставить здесь, что здесь такая колея. И что здесь просто машину можно разбомбить целиком. Просто вот целиком. Я думаю, что можно будет потом мне вот эту нижнюю часть бампера снять и выкинуть на помойку, пожалуй. Местные жители рассказывают, что Юлия стала уже как минимум седьмой жертвой этой дороги. Машины застревают здесь регулярно. Кто-то пытается дворами проскочить пробку, другие не могут попасть домой. Начались проблемы еще на прошлой неделе. Около домов номер 8 и 10 на улице Тимакола прорвало трубы с холодной водой. В среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье это 100%. Отсюда лилась и вошь аж туда все пробило даже. А я еще думаю, ну почему никто, как же коммунальные службы на это смотрят. Такая утечка воды. Везде экономия, а тут здесь все течет и никому ничего не надо. Работы начались только в понедельник. За это время ручей успел сделать в неочищенной от снега дороге огромные колеи. Преодолевать их трудно не только автомобилистам, но и прохожим. С коляской не пройдешь нигде. Завтра идти в больницу я, наверное, не пройду. Придется круги вот так вот оббегать. Это ужас. Никто ничего не делает, никому ничего не надо. В понедельник сотрудникам водоканала удалось остановить течь. Теперь на место выехала бригада, которая устранит последствия прорыва воды. Устранят то, что было залито именно от порыва водопровода. А уж остальное, то, что там снега много, это пусть устраняет управляющая компания. Сроки работ пока непонятны, однако в ближайшее время двор обещали привести в порядок. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Лед на дороге стал причиной аварии на перекрестке улиц Советской армии и Касимовского шоссе. За два дня там произошло семь ДТП. Что делать водителю, попавшему в аварию из-за погодных условий, знает Валерий Седов. Семь аварий. Это статистика всего за два дня одного небольшого, но важного перекрестка в черте города. Речь идет про пересечение улиц Советской армии и Касимовского шоссе. Все ДТП произошли в минувшие выходные 26 и 27 января. Причина очень простая. Вы знаете, недавно была здесь труба, порвался как-то, поэтому там лед получился, поэтому авария, наверное. Перекрест замечательно, просто там вода разлилась, канализация, поэтому за счет этого вот много было аварии. В день прорыва канализации работники водоканала приехали на место и устранили проблему. Подтопленный участок дороги посыпали песко-соляной смесью. В связи с данным фактом, госавтоинспекции Рязанской области в адрес дирекции благоустройства города было выписано предписание об устранении недостатков. В дальнейшем, в случае выявления на данном участке подобных недостатков, проезжая часть будет обрабатываться дополнительно. Вот только не важно, что стало причиной аварии. Скользкая дорога или плохая видимость виноват в большинстве случаев всегда один. В абсолютном большинстве случаев виноват водитель, потому что он должен ввести свое транспортное средство в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями. Соответственно, если он выехал и видит, что на дороге лед, да, гололед, то он должен держать дистанцию и ограничить скорость, чтобы центробежная сила при маневрах не выбросила его из-за слабого сцепления с дорожным полотном в сторону, там не создалась аварийная ситуация. По информации ГИБДД, с начала года на этом перекрестке произошло 16 аварий, в которых пострадали два человека. И причинами ДТП далеко не всегда оказывались погодные условия. Сказать, что перекресток улиц Касимовской шоссе и Советской армии чем-то отличается от любой другой дороги в городе сложно. То же количество льда и снега, как и в любой точке города. Возможно, дело в самом перекрестке пяти дорог. Перекресток улиц Касимовской шоссе и Советской армии уже давно признали одним из самых опасных. Сюда же входит улица Большая, съезд Северной окружной. Кажется, что в любое время дня и ночи здесь можно увидеть больше нарушений, чем во всем городе вместе взятом. Такой сложный перекресток просто. Налево, направо надо полосу делать. Потому что, ну, два ряда прямо проезжают, кто налево встает и все, как бы, из-за этого пробки. В общем, из-за этого все проблемы. Одно предложение маленькое. Поворот, который вот песочный, нужно там под стрелкой еще одну полосу организовать. Потому что там место позволяет, в принципе. Я думаю, еще одна полоса там нужна. Сам перекресток уже неоднократно пытались расширить или изменить режим работы светофора. А также построить новую развязку. Одна из последних новостей касается именно расширения. Об этом заявил начальник отдела дорожного хозяйства Управления благоустройства города Алексей Муковнин. По словам чиновника, работы войдут в план на следующую ремонтную кампанию. Валерий Седов, Сергей Данилин, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». В Рязани появится станция по приему жидких бытовых отходов. Ее работа поможет значительно снизить количество нарушений, которые допускают организации, занимающиеся специальными услугами. Еще в 2017 году Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила ряд нарушений законодательства в этой сфере. Неприятный запах в городе и ухудшение экологии – это лишь часть последствий от неправильной утилизации жидких бытовых отходов. Вопрос строительства в Рязани станций по их приему и переработке начали поднимать еще в 2017 году по инициативе Рязанского межрайонного природоохранного прокурора. Но вплотную занялись проблемой только сейчас. Хотя уже тогда проверки показали ряд нарушений. Существующие на тот момент пункты приема жидких бытовых отходов, которые по сути находились на канализационном коллекторе Рязанского водоканала, не соответствуют санитарному законодательству. В ходе приема жидких бытовых отходов происходит загрязнение ближайшей территории с толками. Отходы принимаются в городской коллектор без предварительной механической очистки. Но и сами пункты не соответствовали требованиям законодательства. К жидким бытовым отходам относят стоки кухонь, бань, душевых и туалетов. В домах, не оборудованных канализацией. Чаще всего они попадают в выгребные ямы. Таким отходом присвоен четвертый класс опасности. Если несвоевременно их откачивать, может серьезно пострадать санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе. Размножение бактерий, насекомых и скопление опасных газов. Вот следствие неправильной утилизации. Ранее мы выявляли факты, что при приеме жидких бытовых отходов происходило загрязнение этими отходами прилегающих территорий. То есть, естественно, прилегающая к пунктам приема жидких бытовых отходов территория должна быть гидрозаизолирована. То есть, при протекании не должны жидкие стоки поступать на землю. Соответственно, на землю, на прилегающие водные объекты и так далее. Помимо всего прочего, в пунктах приема данного вида отходов должно быть соответствующее освещение. Также необходимо проводить их первичную очистку. Если этого не делать, последствия будут серьезными. Вплоть до выхода из строя насосных станций и городских систем водоотведения. К слову, во многих городах такие станции работают уже давно, а в Вологде их целых семь. В Рязани пока только готовят к введению в эксплуатацию подобный пункт. Сроки обозначены размыто. 2019 год. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город». В Рязанской области планируется продлить действия регионального материнского капитала. Соответствующие изменения в закон обсудили на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской областной думы. Срок действия регионального материнского капитала продлят на три года. Он будет распространяться на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года. В этот же закон предполагается внести еще несколько изменений. В частности, расширить число награждаемых премией признания, дополнив категории «многодетные семьи», которые воспитывают ребенка-инвалида, находящегося под опекой, принятым в приемную семью. Окончательное решение будет принято на заседании областной думы. Если театр начинается с вешалки, то город начинается с железнодорожного вокзала. Старожилы помнят бараки, которые буквально 10 лет назад встречали гостей города во всем своем многообразии. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Современные дома, офисы и магазины сменили неприглядную картину. Мария Рудая продолжит. Современный город с развитой инфраструктурой. Именно такое впечатление производит Рязань на гостей города сейчас. А все благодаря красивым домам, построенным рядом с вокзалом Рязани-1. Но так было далеко не всегда. Чуть более 10 лет назад пройти по этой улице было страшно. Полуразрушенные бараки представляли опасность как для прохожих, так и для жильцов. Существует государственная программа расселения из ветхого жилья. Жилья, которое угрожает жизни и здоровью граждан и может рассыпаться в любое мгновение. И соответственно, в том числе в рамках этой программы общество с ограниченной ответственностью Грант в 2007 году приняло участие помочь государству, помочь городу расселить граждан из ветхого жилья. В итоге новые квартиры получили более 50 семей. Переехать в комфортные условия для каждого из них было шагом в новую жизнь. Два дома по 300 квартир каждой были введены в эксплуатацию в 2012 году. Но всему этому предшествовала колоссальная работа. Из-под воротни улица превратилась в развитый микрорайон. Подготовила проект развития этого микрорайона. Дома получила разрешение на строительство и построила комфортабельные многоэтажные дома, высокотехнологичные, с прекрасными лифтами, с прекрасной системой безопасности, с камерами видеонаблюдения, с противопожарной системой. Кроме того, дома оборудованы подземными паркингами. При строительстве использовали новейшие разработки и переведовые технологии, которые и обеспечили людям комфортные условия проживания. Сейчас вряд ли кто вспомнит ту разруху, которая царила здесь когда-то. Об этом напоминает только фотохроника городской жизни. Искусство остановившегося мгновения в красках может рассказать, как жили люди с обрушенным потолком и протекающей крышей. Теперь пройти к вокзалу Рязани-1 можно в любое время суток и с любой стороны города, совершенно не опасаясь за свою жизнь. Новые дома оборудованы камерами видеонаблюдения, которые фиксируют все, что происходит на улице. К сожалению, сейчас муниципальная целевая адресная программа развития застроенных территорий в городе Рязани на 2013-2017 годы закончила свою работу. А именно благодаря ей происходило расселение горожан из аварийного и ветхого жилья. Но рязанцы надеются, что городские власти продолжат совместную работу с застройщиками по переселению жителей бараков. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Пациентов онкодиспансера лечат на новом аппарате «Нуклетрим». Это инновационный комплекс, предназначенный для внутриполосной, внутритканевой и поверхностной контактной лучевой терапии. Процедура для больных с опухолью предстательной железы может занимать меньше часа и проводится безболезненно. В предстательную железу вводится до 20-25 игл обычно. Лечебные процедуры при лучевой терапии опухоли предстательной железы занимают менее часа и проводятся под спинно-мозговой анестезией, а значит безболезненна. Аппарат «Нуклетрим» установили в радиологическом корпусе онкологического диспансера прошлым летом. За это время лечение на нем прошли более 60 пациентов, у которых врачи отметили положительную динамику. Опухоли гинекологической сферы, опухоли предстательной железы, опухоли пищевода, легких. Не все возможности мы пока можем реализовать на нем. Требуется для некоторых локализации водооснащения, которое возможно будет произведено в перспективе. Основное для него сейчас это опухоли предстательной железы и опухоли гинекологической сферы. Аппарат позволяет получить результаты по эффективности, сопоставимые с операцией, при этом избежать серьезных побочных эффектов. Кроме того, лечить здесь могут даже пациенты пожилого возраста с выраженной сопутствующей патологией, как с локализованными, так и с местно распространенными формами опухоли в сочетании с дистанционной лучевой терапией. Для каждого пациента доза рассчитывается индивидуально. Над этим работают медицинские физики. Корректируя позиции стояния точек, добиваемся того, чтобы пациент был максимально правильно облучен и все необходимые критические органы были защищены. Как сообщили в региональном Мездраве, долгое время операция являлась единственным радикальным методом лечения больных с локализованным раком предстательной железы. Несмотря на современные возможности хирургии, до 30% пациентов после операции страдают некоторыми осложнениями. Метод брахитерапии позволяет практически полностью избежать их и является таким же эффективным, как операция. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Частично приостановлен учебный процесс в 14 образовательных учреждениях региона. Причина – сезонная заболеваемость гриппом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, прирост заболеваемости и незначительное превышение пороговых показателей произошло за счет заболеваемости детей. В ведомстве напоминают, что сейчас следует более серьезно относиться к своему здоровью и применять меры профилактики гриппа и ОРВИ. Необходимо регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку. Есть больше продуктов, содержащих витамин С, клюкву, бруснику, цитрусовые, квашеную капусту, отвар шиповника. А также вести здоровый образ жизни, высыпаться, правильно питаться и сохранять разумную физическую активность. В случае появления признаков заболевания немедленно обращаться к врачу. В Рязань привезут мощью Иоанна Предтечи. Ковчег доставят из Иоанна Богословского монастыря. Он будет находиться в Крестовоздвиженском храме Дашково-Песочни, как сообщили в Рязанской епархии. Встреча святыни состоится 6 февраля в 15 часов. Напомню, Иоанн Предтеча – один из самых почитаемых православных святых. В Рязани начались гастроли знаменитого цирка династии Филатовых. Во время представления можно увидеть бурых медведей, пеликанов, дикобразов. Зрителей порадует выступление элезионистов, клоунов и акробатов. Впервые на манеже нового рязанского цирка появились бурые медведи. Притом появились они эффектно. Кто на велосипеде, кто на мотоцикле, а другие и вовсе запряженные в тройку. Всего 15 медведей от полугода до 20 лет показал рязанскому зрителю в своем спектакле цирк династии Филатовых. Прошло совсем немного времени, 4,5 года фактически, как мы здесь были. И мы приехали уже с новой обновленной программой. И поэтому очень хотелось также порадовать рязанского зрителя своим спектаклем. В первом отделении для зрителей выступили гимнасты, эквилибристы и, конечно, клоуны. Почти во всех номерах они взаимодействовали со зрителями. В восторге были как дети, так и их родители. Появились на манеже цирка и животные, притом в немалом количестве. По краю сцены гуляли дикобразы, а внутри верблюды, лошади и ламы. А под куполом летали австралийские попугаи. Каждый номер – это сценка, связанная с предыдущим небольшим танцевальным номером. Действия не останавливаются. Жонглеры сменяют дрессировщики. И вот уже лемуры и собаки выполняют необычные трюки. Второе же отделение полностью посвящено медвежьему цирку. Уникальность его и в том, что почти все номера, которые показывали люди-актеры, исполняют их коллеги-медведи. Здесь есть свои эквилибристы, которые держат равновесие ничуть не хуже. Их бокс. Сказать, что в спектакле династии Филатовых есть уникальные номера, значит ничего не сказать. Каждая сценка, реприза – нечто самобытное и ранее невиданное. Поэтому всем стоит поспешить, чтобы попасть на следующее представление цирка династии Филатовых. Мы хотим показать себя на манеже Рязанского цирка. Тем более, что всего месяц гастроли проходят. И уже 24 февраля окончание будет наших гастролей. Хотя мы вроде бы только вот начали. Всегда проходит очень быстрое время. Летит оно незаметно. Поэтому я хочу пригласить еще всех любителей циркового искусства, кто еще и знает династию Филатовых, к нам в цирк, чтобы приходили, не откладывали это на последние дни. Валерий Седов, Сергей Данилен, телекомпания «Город». И в завершении выпуска информация о погоде региональная МЧС предупредила. До конца суток 29 января на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. В ведомстве обращаются к жителям региона с просьбой соблюдать правила безопасности и по возможности ограничить время нахождения на улице. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб 101. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова